А вот они, снегоходы, появляются на канале Чеховские проходимцы Ё, хочу оставить километры, оставляйте, куда надо нажать? Было немножко ссыкотно, потому что ты сел и забыл, что за тебя пассажир Блин, как бундук Уфига себе Я бы даже сказал, он поинтереснее этого рулится Меньший бороз Первое впечатление, конечно, он прет Когда на него просто садись, ты понимаешь, что это продуманный аппарат По такому снегу пухлому вдвоем, на нем тяжеловат А я хочу как раз это и попробовать, чтобы вдвоем на... Потому что это турист Нажимай, нажимай на газ, не ссы, нажимай на газ За счет гусеницы узкого, он реально в снегу глубокому, он рулится Ни при каких обстоятельствах никогда не надо унывать Андрюха куда-то врезался Привет, ютуб, привет, наши подписчики Ну что, настал тот самый долгожданный момент Когда снегоход оказался у меня Все, мы его привезли Я еще на нем вообще не катался Я его не заводил Так что сейчас, прямо на ваших глазах Вот прямо сейчас, на сию секунду Будет сделан холодный запуск Посмотрим, как он будет заводиться Я пока не пробовал, кстати Потому что в следующий раз мы с вами заведем Когда будет совсем прям сильный мороз Мы с вами заведем его именно вот через электричество То есть мы там поставим его на часик Чтобы вот он за... Мне самому просто интересно Я никогда не пробовал этот провод В жизни вообще никогда не видел такого провода, честно вам сказать Ну что, давайте начинать Я сегодня уже собрался Единственное, пока нахожу какой минус Вот сейчас, на данный момент минус этого снегохода То, что пока кофры не привезли Так что на момент, когда, наверное, будете уже забирать его в вывод Кофры уже будут И это будет более удобно Сейчас мы там с Мишей наколхозили Сделали какой-то там мешок Туда напихали всего, что нам надо Там термос, плащ и тому подобное Кстати, по поводу одежды Сейчас вышла новая коллекция фентрейла Я себе опять там присмотрел один костюмчик Так что скоро я буду в новом костюмчике По поводу перчаток Вот эти вот перчи Они не фентрейловские А то потом будете говорить, что я только рекламирую фентрейл Не, это японская разработка О них я рассказывал, когда катались на квадриках Но вот все говорят, что лучше в них кататься на снежике Сегодня тоже проверим, протестим И я вам расскажу про них Стоит, кстати, вообще ерунда 2000 рублей Главное, что? У меня, кстати, новый шлем еще Но об этом чуть попозже Но мне интересно сейчас Новый сделает пуск Все, включился, смотрите, как Все прямо на экране, все подсвечивается Все видно прямо Целое кино можно снимать сразу уже Ну что, готов, дружочек? Поехали Все Завелся Наш красавчик Завелся Сейчас поработает чуть-чуть, посмотрим, что будет Ну, а мы с вами отправляемся В мега-волшебное путешествие А что сегодня будет Увиде Потому что снега у нас напал очень много Так что вы все хотели Чтобы мы его протестили Я начинаю рассказывать о снегоходе ОСМ-1000 Который завязал компанию АВМ-трейд Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ну что Там началось уже жужжание Я слышу, что там много снегоходов едет Слышно вам, не слышно? Где-то здесь сейчас должны выскочить Ну, а что Я могу вам пока рассказать про Свои первые ощущения Рулится офигенно Сейчас заехал уже первый снег Сейчас будет смотреть И вообще там Наверное, глубокий снег Хочу понять, как он управляется Легкие минусы Минусы Это то, что нету сейчас Кофра Да, сейчас мы Вот это вот Пока так вот Прихерачили Присобачили Такую сумку Дальше Не очень удобно Мне, конечно, кнопки Вот эти вот Кнопки Это, конечно, не очень Ну, как бы На самом деле Один раз там включил Выключил Это все Потом привыкаешь И забываешь Он, конечно, обтекает А, это как Обгорает Такой запахан стоит Дальше Катки У нас же скорости Получается только перед, зад И здесь эта гусеница Не подламывает Кому она нужна Нахер подламывающая гусеница Я отъездил на БРПшках И я не вижу смысла В ней Что так он застревает Что так застревает Даже, может быть С подламывающей гусеницы Еще больше застревает Ну, ладно Это не принципиально Но здесь уже стоят Большие катки Что, в принципе На других снегоходах Это доп. опция Ее надо докупать Здесь уже все есть Дальше Мне интересно Сколько проживут Передние Как они называются Не склизы А вот эти вот швы Потому что сейчас вы видели Я поехал по асфальту Звук, конечно, стоял страшный Прям серпом по яйцам Если честно Посадка Прям удобная Руль на том уровне На котором он должен быть Сидишь очень удобно Комфортно Вот мои первые прям впечатления Когда я прям след с него И могу этим поделиться Ну, я сейчас Встречу с парнями И, соответственно Вам уже более подробно Все мы вам расскажем Сейчас я жду Нашего эксперта Сейчас посмотрим Что он скажет Про этот снегоход Ладно, начинаем жизнь ОСМ 1000 На канале Чехские проходимцы Ну что, выехал И на газопровод Я пытаюсь пойти Сидеть Все Едет он Да, лучше всего Дра Ха-ха-ха Сидеть на газопровод Ну все Ну все Я слез Прокатился Сейчас Где-то здесь Мы должны встречаться С парнями Снега много Не знаю Сейчас, как это все дело Нам лучше поснимать Буду что-то, наверное, Себе мастерить Какую-нибудь штуку На шлем Чтобы можно было Поудобнее все было делать Чтобы можно было Поудобнее снимать Так Первое впечатление Первое впечатление Конечно, он прет Прям прет Довольно-таки хорошо Без всяких проблем Можно его валить Удобно очень, кстати, ехать По посадке Мне очень нравится Посадка удобна Значит По подвеске Подвеску будем регулировать Потому что Можно тут Сделать мягче Можно сделать жестче Но это я буду Чуть-чуть позже все делать Прям вот делюсь Прям вот, знаете Вот прям вот С вами эмоциональные впечатления Передняя подвеска Вообще офигенно По задней Я говорю Будем немножко пробовать Буду ее постраивать Прям под себя И буду вам порассказывать Что можно с ней делать Снежек вообще прям Разбалансирован Удобно ехать Все прям Прям очень круто Минусы Ну, как я и говорил Пока я их Не очень много и нашел Но давайте так Давайте дождемся Завершения ролика И я, соответственно, уже Что-то вам Буду рассказывать Там у нас Много какие-то люди ходят Надо понять Что они там делают Не наши ли это Снегоходчики Ладно Ждем ребят Сейчас все приедут И будем вместе Уже снимать И все будет Гораздо проще И лучше Так, ну давайте пока Сижу здесь Жду ребят Давайте поиграемся Немножко с тобой Сейчас попытаемся Сами с вами В нем разобраться Значит, что она тут может Табуа довольно-таки Информативная Так, нажимаем Вот, значит, на эту кнопку Держим ее О, попадаем Время Ну, время у нас выставлено Уже нормально Тогда стрелочками Уходим вниз Русский язык Нам нужен Здесь есть китайский И английский язык Но нам информация Это Это нам не надо Километры Так Это у нас мили А нам мили не нужны Нам температура нужна Температура за бортом У нас тоже есть Здесь видите Еще температура С у нас У нас У меня Горг шестьдесят девять Так, режимы Что нам могут Показать режимы Так, ну дальше Время Так, время у нас Выставлено Все нормально Ну, давайте Наверное Попробуем Теперь выставить Чтобы у нас Здесь он показывал Километры Куда-то я не туда Походу нажимаю О, нет Ференгейты Нам не нужны Нам нужны Вот Ну, куда Надо нажать Мой дебил Все, хочу Доставить Километры Оставляйте Куда Надо нажать О, бля Хуй Нахерачил Я тут Покуем Обратно В меню Как Подтвердить Эту Хрень Нахер мне Фаренгейт Мне нужны А вот Цельсия Нужны Все правильно Вот Ой, долбай Да Ну, а Ну, зато Я теперь хотя бы Начал разбираться Уже хорошо Так Это нам не надо Это нам не надо Километры Нам теперь надо Все, километры Километры Оставляем Одометр Нам нужен Русский язык нужен Все Короче Я понял Я примерно Разобрался Дальше По кнопочкам Вот по этим Значит Это у нас Обогрев Ручки Вот Это ручки Вот видите Вот смотрите Я выключаю Их Они включаются Выключаются Можно Сделать посильнее Можно послабже То есть Точнее Вот так Посильнее Мы делаем Вот так Послабже Так Здесь такая же История Это у нас Ручки Курка газа Вот она Посильнее Делается Это послабже Так Это курок газа У нас Что Вот это За такое Так Давайте Вот так Сделаем Чтобы У нас Все обратно Встало На свои места Ну-ка Получилось Мне Что-то Хоть Или не Получилось Да Все Температура У нас Горит Скорость Показывает Ручки Показывает Температура Все Есть Слушайте Ну Давайте Так По-честному Буду Все Рассказывать Прямо По-честному Да Я Сам Здесь Занимаюсь Сейчас Такой Метод Метод Методом Тыка У меня Такая Книжка Я Конечно Не Прочел Как И вы Наверняка Не Прочтете Да По Поводу Кнопочек Кнопки Здесь Все Очень Удобно Все Как Обычно На Обычном Снегоходе Ничего Тут Нового Нет Петля Пока Мне Пока Не Пригодилось Думаю Сейчас Попозже Примерно Где-то Они Уже Едут Слышны Что Они Где-то Едут Чека У нас Есть Надо Кстати Пристегнуть Наверное Или Как Обычно Повезет Не Повезет Где-то Они Там Уже Херачат Сейчас Я Думаю Мы Увидим Тормоз У меня Есть Ну Вроде Все Есть Ну Что Квадроциклисты Смен Погодных Условий Это Означает Что Правильно Вот Они Снегоходы Появляются На канале Чеховские Проходимцы О Боже Кто Это О Боже Кто Это Это Именинник Именинник Приехал Это Приехал Именинник Ну Здравствуйте Ну Что С Днем Рождения Спасибо С Днем Рождения Опачки Вот Они Волшебные Перчатки Вот Они Волшебные Перчатки Я Смотрю Ты К моему Днерожене Даже Снег Разукрасил И Вот Он Вот Он Там Где-то Едет На Волшебной Технике Которая Почему-то Никак Не может Ехать Она То Вправо То Влево Ну Сейчас Вы Поймете Что Это За Снегоход Чуть Позже О Боже Боже Кто Это Кто Это Приехал Кто Это Приехал Сейчас Я Да И На Чем Это Ты Приехал На Чем Это Приехал Ну Что Ты Скажешь Про Снегоход Вроде Едет Но Не Больше И Какая Цена У Него Чуть Чуть Добавил Чуть Чуть Добавил И Мог Б Купить Нормальную Технику Ну Че Там Чуть Осталось Ребят Ну Че У Нас Все Подъехали Во-первых У Ваньки Сегодня день рождения Вань Сколько тебе стукнуло 35 Еберей Серый Вот Как раз Те самые Перчатки Это От него Я узнал Про эти Перчатки Перчатки Огонь В принципе Да Самое главное Что они Не рвутся Не рвутся Не промокают Да Вот Самое плохое В них Все Если промокли Сушить плохо Они промокают Все-таки Бывает Нет Залил Воды А И Все Да Ну Нет Они высыхают Но Мне шлем Привезли Я поехал Заберу шлем Давай 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 Для первого Снегоход Это же первый Это вообще Снегоход Первый Да Снегоход Не хотел Брать Бушный Вот Хотелось Все-таки Взять Новый А это Новый Снегоход Я бы Уверен Что это Старая Какая-то Уже Все Старая Развалина Ты посмотри На него Ну Он Да Он Стиле Телескоп Он Конечно Утилитарник Вот Российского Китайского Производства Но Опять же Повторяю Для первого Снегохода За такую цену Новый Импортный Не взять Бренд Не взять Понятно Что бренд Лучше Вот Но попробуем На этом Покатаемся Серый Я тебя прошу Я тебя прошу Прямо сейчас Вот просто Сейчас Прямо Вот пока Ты еще Как ты говоришь Отдохнуть Я тебя прошу Прокатись Вот на этом Вот Я тебя Клюсь Вот Прямо Небо И земля Вот Давай Так У меня Я на таком Катался Я знаю Что он Вообще Не едет На Ямахе Я катался На Ванином На Берп Я по ним Сразу Понял Разницу На Ямаху Садись Как на Велосипед На Этот Садись Ну Как Спортивный Я хочу Чтобы Ты Про Этот Сказал Сейчас Я попробую На Этот Как Ехать Потому Что Я понимаю Что Он Неуправляемый А Вот Я хочу Чтобы Ты Сравнил Управляемость Вот Этого Снегохода И Соответственно Нового УСМ Я Сейчас Вот Я Всем Хочу Чтобы Все Попробовали И Просто Поняли Что Он Едет Довольно Таки Бодро Сколько У тебя Лошадей Здесь 57 Здесь 85 Серег У тебя 167 167 Да Ну Это Горный Снегоход Мы Сейчас Понимаю Нет Вообще От слова Ноль Правильно Сравнивать Тебе Нечу Подножки Сделаны Тоже Хорошо Снег Не будет Да И еще Я бы Тебе Все-таки Посоветовал Купить Другой Шлем Потому Что Вот Этот Шлем Это Все Это До Свидания Это Сейчас Еще У нас Такая Легкая Плюсовая Температура Такой Легкий Минус А потом Ты просто Охереешь В этом Шлеме Ну Вот Андрюх Надо научиться Понять А потом Что Купим Давай Заводим Все Нет Все Раз Кнопочку Вверх Поднял Все Здесь Вот Старт И все Ключ Ключен Давай Давай Сейчас Я тебе Включу Подогрев Ручек Подогрев Этой Случки Сейчас Ну Вот Давай Сравнивай Проехал Ты уже На своем Теперь Хочу Давай Прям Здесь Только Зад Перед Все Нажимай Прям Нажимай Нес Так Что Сейчас Мы Узнаем Мнение А потом Конечно Два Профессионала Уже Прокатятся И Прям Поймут Что Мы на них Вообще Не ездили Сейчас Просто Они Сейчас Скажут Зачем Нам Вот Эти Вот Зачем Нам Вот Эти Вот Давайте Просто Дождемся Само Интересно Что Люди Скажут Не Может Застрять На нем Вообще Ник Все Все Вот так Мы до тебя Два часа Ехали Ну вот Все Почему Потому что Он думает Что он на Квадроцикле Здесь Конечно У него В голове Остался Квадроцикл Какой Реверс Здесь Зад И Перед Какой Реверс Газ Нажимай Давайте Так Объясню Просто На снегоходе Не надо Вот этим Заниматься Надо Нажимать На газ Не Сцать Вот Просто Нажал На газ Не Сцы Дальше Земли Сразу Не Уплодешь Сейчас Андрей Подскажет Как Там Тихо Это Корень Нельзя Сдавать Вперед Там Сзади Снегоход Сядь Там Нет Ничего Сейчас 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 Я Просто Не могу Трон Никак Все Серега Все 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 на самом деле вообще ничего сложного не было нету понятно что это опыт да и ты его наберешься ничего страшного в этом не произойдет и все вы наберетесь так что катайтесь получаете удовольствие давай нажимай нажимай на газ не сын нажимай на газ нажимай газ даешь смысл чего в снегоходах пока гусеница буксует он управляет когда ты держишь газ в одном положении он не управляется всегда надо ехать разрыв чуань чуань как говорят ну опять же что могу сказать время все покажет я уверен что сейчас там диванные критики чем там на придумывают ребят мы вот тоже рады вас видеть слышать катаюсь на снегоходах уже большое количество времени могу вам сказать что срать я хотел на ваши комментарии каждый катается как он может поэтому сейчас серёгу мы научим на самом деле три дня и он прям будет прям мега офигенный драйвер опять же сидеть на снегоходе нельзя надо на нем как бы стоять балансировать он ведь он он и поворачивает получается за счет как на квадроцикле пытается на нем повернуть этого нельзя делать вот он опять застрял да просто знаете как опять же как меня учили надо чтоб ты сам выкопался пару раз и когда ты поймешь что ты уже просто копаться тогда ты начнешь ездить пока ты знаешь у тебя могут вытащить ездить ты не научишься так что копайте парни копайте то это очень круто ускорить не буду конечно с телескопами не сравнишь даже вот первые секунды которые я провел в новом см сразу понятно что это конечно уровень другой вот и им управлять даже вот не как чеку который новенький вообще еще не понимает толком в снегодвижении снега снежиках понятно что он в управлении легче намного хорошо по посадке удавай по посадке вот на твоём и на этом нету когда на него просто садись и просто садись ты понимаешь что это продуманный аппарат аппарат сделан для комфорта в общем то как и тут кривить души не будем севка на все-таки думает вот это не вне то что реклама там или чем я говорю или там поддерживаю как-то просто реально думают потребители вот и я думаю что за этим аппаратом есть будущее буль он стоит такой ценовой ценовом сегменте между брендами и дешевыми нашими российскими китайскими вот я думаю зайдет рынку ну что сейчас вот идет человек который все время гоняет только на дорогой технике на элитной так сказать давай элита все он там кнопочка чё все же для людей все для людей я прям жду честный отзыв что не понравилось прям говори сразу мне там не понравилось вот это вот это понравилось ну да себе я даже сказал он по интересу этого улица меньше бороз конечно по мощности с горной не сравнить а в качестве утилитарного я уже может быть даже юмаху рассматривать не буду я хотел до 7 купить и более новый дать два года гарантии начнем с того я будет 17000 пробега за эти деньги даже больше за счет гусеницы узкого реально в глубоком он рулится за счет длинного трека он и едет еще прикольно ну надо просто физику учить и тогда все будет все попробуем даже а это садится горник настоящий который любит кататься во всех наших во всей по всей стране где катаются настоящий горники не красную 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 ну чё доволен я бы на таком прокатился в день в пробег поехал на 1200 километров вот мы сейчас кстати собираемся всех приглашаем местам боя до курска мы пойдем на таком я попробую катиться ну я муж тоже присоединюсь также на моем будет безумно но но нет спина на 100 останется а здесь стекло есть все есть подогревать и есть я прошлой неделе катался на проехать 140 километров я приехал у меня этот шлем голове пример я дома отогревался в шансе ну не знаю может на обкатке вот на обкатке потому что у меня ямах авентура мультипурпорт тоже на низах также он но он раскручивается у меня этот набирает обороты и вот у него и больше не развивает ну подожди на нем пробег то посмотри там даже еще даже 10 тысяч нету здесь 10 километров до нету он так вот вроде стартует поехал дальше не может ограничить или вот у него дали обкаточный какой-то да вот у него режим стоит мозгах забитый серёг серёг но надо его обкатать я знаю что еще хотел давай по управляемости а ты можешь сейчас здесь вот прям вот вот просто конечно не горник ну ты попробуй попробуйте сейчас понравится смотрите как валится вообще элементарно ну то есть дает он рулится прям валится очень ну он валится очень хорошо прям вообще прям то что нужно ребят давайте еще раз напомню что цена этого снегохода полтора миллиона рублей так что давайте сейчас поиспытаем мы сейчас с вами потом вдвоем сядем проедемся посмотрим что нам покажет подвеска мы как раз и поймем пробивает подвеску или не пробивает и как тебе вот но всем расскажем сколько мы с тобой вместе взяты два центнера две сотки две сотки я думаю пойдет хорошо вот по такому снегу пухлому вдвоем наем тяжеловато а я хочу как раз это и попробую чтобы вдвоем на потому что это турист это турист а мы сейчас попробуем давайте начинаем тестить а 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 Мы с Ванькой сядем вдвоем и как раз поймем, что у нас по подвеске Как она у нас работает Нас ребята постараются подснять Чтобы как раз у вас было четкое впечатление, что может этот снегоход Я вешу сотку в груз 115 И Ваня 130 То есть получается 245 Ну короче, вы поняли, что просто этот снегоход совсем не рулится И Серега еще просто, на самом деле, плохо ездит Но, Вань, давай так Как вот тебе, кстати, сиделось сзади? Мне сиделось, когда честно Было немножко ссыкотно Потому что ты сел и забыл, что за тебя пассажир И поехал как на Горнов Когда начал вилять, ну все равно, кстати, чувствуется Кстати, он едет, едет, едет очень круто Он даже едет вдвоем То есть в контрруление ты выходишь, да? И он еще проще, еще лучше Потому что нагрузка идет На заднюю часть гусеницы И он рулится вообще фантастически То есть, ребят, я понял, что надо немножко мне прижать Все-таки здесь гусянку Чтобы он был такой, поболее такой По это По более маневренный Слушайте, ну я кайфанул Прикольно, сзади я сажусь Я тебе могу помогать грузить Реально удобно Ручки не мешают Если обратил внимание Раз, посильнее Массовым давлением Помогать Сидеть сзади прикольно Ну не только, когда ты начинаешь И я же не знаю, что тебе в голове Куда ты повернешь? Ты что, ты сомневаешься? Я привык доверять саму себе Саму только себе любимого Ну, ладно Теперь я иногда понимаю Теперь мою супругу со стороны Надо боиться на ездить Ладно, на самом деле, что Мы вам показываем все У нас вроде как неплохо это получается Я доволен снегоходом Есть кое-какие функции Которые я бы поднастроил Да, вот подвеску я бы уже поднастроил Порулиться отлично Переднюю подвеску точно не буду ничего трогать Рулевая, кстати, рулевая легкая, кстати Да, рулевая очень легкая, да Так что ждем, что будет дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будем Серегу пытаться учить контррулению Я понимаю, что это очень сложно понять Что лыжи надо повернуть в другую сторону А сам ты переваливаешься в другую сторону Да, объявлять плохие кадры Сейчас, чтобы я могли получиться Точнее, я сейчас надо было мне там стоять Серега туда улетел Поехали подъезжать Вот скажите, как вы путик могли набить так, что он под углом? Почему нельзя прямо-то его бить? Там земля под углом Да при чем есть, мы же набили ему Он теперь не заехать не может Не надо рассказывать, он так скосил его Конечно, это он Вот так вот надо было по прямой просто сделать и все Так по прямой он убил Он вообще подъехал вплотную к Сенке И с места долгался Надо же с разгоном было заезжать Ему не хватило сил заехать Ну, он не понимает еще, что у нас сделать со снегоходом Чего вы пристали к нему? Такая разница, квадроцитик тоже заехал надо заезжать Вот видите, как раз это говорит о чем Что вот эта подломная гусеница Даже на этом снегоходе она нахер не нужна На этом-то она и так не вообще Там-то огромный большой каток вот этот задний А у этого вообще он никуда не едет Сергей! Просто ставь его прямо Прямо под углом И просто нажимай на газ на всю Мы отойдем, наверное, да, Вань? Не успеем Даже зверюха машина Ну, вот это как раз говорит о том, что это квадрат Это вот езда квадроциклетная Это вообще все вот неправильно Надо читать изначально Вставай, вставай, вставай Вань, тебе придется отъехать, Вань Всем придется отъехать, даже и тебе Не, я постою Я не могу, я могу кадры пропустить просто Газу! Газу, блядь! Сергей, не избавляй газ! Нажал и держи его! Давай! О, еле выехал Еле выехал Ну, как говорится, что? Мать учения Сейчас посмотрим на Ваню Я специально для вас снимаю контент Вот чуть-чуть 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 ход надо было давать Да, надо было просто ему с его гусеницей Надо было проходить, конечно, по-другому Нормально? Нормально! Андрюха куда-то врезался Йо, парасете Андрюха куда-то врезался Йо, парасете Беда случилась Похоже, серьезно Попал? Похоже, да! Не ходи там, лед провалится Давай-давай! Попробуем его дернуть! Сейчас будем смотреть, насколько крепко Блин, грудь улетел, блин, нормально Качни так же Качни еще Давай Давай Вот это было гнутое, нет? Сейчас узнаем На той стороне посмотрим Да, лыжа ушла Лыжа ушла Сильно причем Ну что, блин Наверное, на сегодня мы закончили Вот в такой пень я захерачился Печаль Печаль, что-то быстро как-то сегодня моя покатушка закончилась В такой пень у нас Даже лыж погнул А, ну вот, 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 загнул Ага Иди, смотри Где-то он нашел-то Единственный Вообще, такое пенище Просто пипец Слушай, ну это нормально А что, почему-то он Здесь в рычаге вот здесь вот зажало Поэтому он не поворачивается А, ну вон, видишь, вон разнесло Смотри, вот Ну вот, вот, смотри Это стабилизатор О, стабилизатор отрывало А ударился он вот этой частью пенет, видишь, нормально Ну да, вот Ехать можно С пенделем Нет, нет, ехать нельзя вообще Вот, до дороги сейчас Ты больше 90, не разгоняйся Нормально Вот мои следы Ехал я там со скоростью Я уж там не знаю с какой, да? Да, это 55 ты шел Да, и вот он этот пень И я прям четко вошел Да, прям четко зашел лыжей Не получилось вырвать Да, то есть вот понятно То есть это может случиться с каждым, ребят Так что Даже вот, грубо говоря, да С Серегиным там этим На телескопах Была бы такая же примерно история Значит, что погнулось 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 вот эта часть Но это то, что мы сейчас видим Да, то, что сейчас видим Отрвало стабилизатор Ну, руль, что-то Руль погнул, да? Ну, руль я не знаю Ударился я сильно Лыжи вот так А, лыжи, да Вот видите Да, лыжи повело Да Так что, что Сейчас одно посмотрим Что Какие вопросы с запчастями Как быстро нам его починят А то у всех вопросы же были, да Там, что, 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 что Вот сейчас мы как раз и узнаем Понятно, что это не гарантия Понятно Попробовать надо Попробовать по гарантии, конечно, понятно А то что это такое, да? Вот и все Свиду рычаги целые Тяга на это тоже целая Ну да, вот эта штука Лыжа Да, лыжа, насколько я понимаю Она правится Просто нагреется Да, она встанет на место Все То есть вот эта часть у меня как раз Как это называется? Ну, на русском языке Это называется просто от еб... А так по ютубу Рычаг низный тоже, я думаю, ушел Ну, вот этот ты имеешь в виду? Да, вся лыжа сюда Вся, лыжа ушла И не зря Этот Поджар-то лопнул Не зря Зря Ладно, будем вытаскивать Я сейчас как раз вызвал уже Мишу Чтобы он у нас приехал Забрал меня на прицепе Парни поедут дальше А я что? Я буду здесь пуковать, ждать Надо сейчас как-то выезжать Как раз сейчас Контррулением будем сейчас выезжать На трассу Хотя она вот здесь вот недалеко Ну что, попробуем Ну что, пока там мой малыш стоит Ждет прицеп Блин, что-то я, по-моему, начинаю уже расстраиваться Потому что как-то совсем грустно становится Ну, в этот момент В этот момент Вот эти счастливые лица Я вам подарил замечательные кадры Вы ехали за дверью Я понял, да? Ну, хотел вам похвастаться Вот одно офигенное изобретение Это то, что вот на таком кофре Может получиться вот такой стол Посмотрите На решение от российских инженеров Авиалиний Это говорит о чем? О том, что они пьяницы Думают только об одном Поэтому сделают комфорт Ладно, на самом деле Вот всей вот этой вот истории Хочу вам рассказать, наверное, одно Поведать Что ни при каких обстоятельствах Никогда не надо унывать Ребят Уныние, это вообще просто Это же железка Мы ее починим Причем починим, я-то уверен Что мы ее починим быстро Потому что я знаю, что есть запчасти А вот есть ли запчасти Вот на твою технику? Андрюх Тоже три недели снегохода Столкнулся с мелочевкой Ну, клипсы стекла отнедели А просто, ну, там ты ударился от ветки, что ли? Да, ветку задел И выбил две клипсы Обратился во все Московские Ко всем московским дилерам звонил Не то, что у них нету в наличии Они даже почему-то По каким-то причинам Не могут заказать То есть я так понял, что ее на заводе нет Мелочь Ну, можно ее стянуть Что-то сделать, это понятно Покажи мне эту клипсу Вот, вот эти клипсы Это оригинально А это сделал я сам Ага Вот этих штучек, которые стоят 50 копеек Их, к сожалению, нету Я посмотрел по прайсам Много чего нету Вот сейчас будет интересно Как будет ситуация с Андреем С ОСПО Мы сравним потом это И вам расскажем А так? ОСМ 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 Не очень пока хорошо Да, так что, ребят Вы имеете в виду Да, мы сейчас как раз Да, будем добавлять Давай, добавлять Я купил в том году В том году Себе стелс-гепард И параллельно я приобрел Детский снеохот Атаки Атаки Он же стелс-капитан То есть все одинаково Все одно и то же Разные наклейки у них И почти там венец Сломали коробку Сорвали шестеренки Что вы думаете? Их нету вообще в России Нигде Шестеренок? Да В коробку Именно вот эти Которые срвали А как эта фирма называется? Атаки Он же стелс-капитан Понятно Ну вот Давайте Давайте не будем пока сделать Спешить никаких выводов Да, давайте подождем Да, просто подождем Ну то есть Андрей Мил в виду Что при покупке Снегохода, квадроцикла Неважно Мототехники Может случиться Да, все что угодно Во-первых, может случиться Что угодно И главное Вы имеете в виду При покупке Что ведь все Что может случиться Вам понадобится Какой-то сервис И работает ли этот сервис И есть ли хоть какие-то Запчасти На вашу мототехнику Это очень важно Вот потому что Можно просто Весь сезон Как вот я знаю У нас тот сезон Володя Просидел Просто вообще Три месяца Ему привезли запчасти Он стоит Серега стоит Я, говорит, что-то В своем климе Подмерз Я, говорит, подмерз В своем климе Ребят, плащи, кстати На Новый год Как подарок Это просто великолепно И знаете, как Он теплый-теплый Старик, как тебе? Тепло? Надо было сразу одеть Надо было Что, что не догадался Ну, а мы Вот пока стоим Ждем У меня есть печаль, конечно У меня тут нарисовалась Такая небольшая Ну, ничего страшного Ребят, ну что Видите, с двигателем Вообще проблем никаких нету Единственное, что у нас Проблемы только с лыжами На сегодня мы закончили Очень познавательная Поучительная история Что кататься надо На самом деле Все-таки в горах Это первое Второе Что могу сказать От этого никто не застрахован Ну и, наверное, самое главное Покупайте снегоходы Зная, что на них есть запчасти Если вы не знаете Что на них есть запчасти Ребят, вот серьезно говорю Вот у нас уже много примеров Где Есть проблемы Сейчас посмотрим как раз Как наша проблема Быстро решится Я надеюсь, что я в следующие выходные Уже буду кататься Очень на это надеюсь Я верю В компанию АВМ Трейд Верю В ТВ Армор Так что Немножко я расстроен Но Все делается для вас Все делается для контента Серега, кстати, говорит Снял Как я летел кубарем Ну а мы с вами прощаемся Большое спасибо, что смотрите нас Всем пока Давайте пока прицеп не уехал далеко Как я и говорил Хорошо, что далеко прицеп не уехал А что такое? А у тебя все Что ты врешь? На чеках не делал Андрюх, это снимался Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...